За отведенное время нужно выполнить программу из различных элементов, каких именно каждый решает сам, в зависимости от уровня подготовки. Руслан Никитин один из тех, кто представит Анапу на краевом турнире, который пройдет в Краснодаре в эту субботу. Спортсмену 20 лет. Шесть из них он, можно сказать, на турнике. Начал соревноваться с друзьями, кто больше подтянется. С тех пор расширяет арсенал упражнений. Чтобы добраться до ближайшей такой площадки, сегодня Руслану достаточно 10 минут. Форму поддерживаю, езжу на соревнования, ну и так же пригодится в жизни. Где-нибудь в работе, какой-нибудь... Я вот сейчас тренером по воркауту работаю. Автослесарь, машину делаю, ремонтирую, поднимаю всякие царости там. Это фестиваль «Неформат». Он приурочен ко Всемирному дню борьбы с наркоманией и наркоторговлей. В программе воркаут и уличный баскетбол. Сегодня это одни из наиболее популярных видов спорта у молодежи. Цель – привлечь молодежь к спорту, занятиям с спортивными видами. Неформальными видами, молодежными. Ну и занять в лето. Из года в год ребят все больше. Больше ребят, которым интересен спорт. Вот такой неформальный спорт. Дворовой. Собраться. Прийти вечером. Прийти просто на турники. Просто погибать мяч в кольцо, как на сегодняшний день это. Да, ребят, конечно, больше. Сольный проход в исполнении Ивана Чауса. Один из его любимых игроков – Алексей Швет, атакующий защитник баскетбольного клуба «Химки». На площадке он разыгрывающий защитник. Его задача – контролировать мяч и отдавать точные передачи под кольцо. Больше нравится, чем футбол, потому что в футболе один раз могут забить, или два, или пять. А в баскетболе по сто забивают. Это билеты на аттракционы. Около 50 из них раздали самым лучшим спортсменам по итогам соревнований. К предпринимателям обратились представители молодежного центра «Ратмир». Согласились, потому что нам в этом городе не безразлична жизнь наших детей. Мы против наркотиков, мы только за спорт. Мы хотим, чтобы наши дети развивались в этом направлении. Всегда будем помогать и всегда будем присутствовать. Эта площадка в сквере имени Гудовича – часть большого комплекса, куда входит скейт-парк. Уже в первой половине июля здесь пройдут соревнования по настольному теннису. А в августе – одно из главных событий лета – фестиваль продвижения для любителей роликов, скутеров и велосипедов BMX. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Спасибо.